Последняя подготовка к показу – характерная суета бэкстейджа. Модели вместе с дизайнерами заканчивают готовить свои образы. Сами модельеры немного волнуются, а манекенщики просто наслаждаются атмосферой. Чересчур волнения нет, потому что я уже участвовала в таких мероприятиях. Мне очень нравится атмосфера, так как все, такая суета, приятная, так приятно находиться в обществе красивых людей. Нет, мы не волнуемся, потому что у нас же было очень много выходов, и вообще не страшно. Среди моделей можно увидеть не только стройных красавиц, но и брутального вида манекенщиков. Попал я сюда, можно сказать, случайно, сделав пару фотографий. На мне одета непонятная торжественная корейская одежда, которая передается поколению с года в год. Русским этот стиль, конечно же, не понять, но это немного, я скажу, эффектно и, может быть, однообразно, но интересно. В этом году в юбилейном 25-м конкурсе «Пигмалион» на суд зрителей было представлено 50 коллекций одежды от молодых дизайнеров и стилистов. На этом показе, наверное, увидеть то, о чем думает современная молодежь, потому что в любом случае то, что на подиум, это, как правило, раскрывается душа. Поэтому та философия, с которой живет современная молодежь, те тренды, они будут представлены на сегодняшнем подиуме. «Пигмалион» считается главным событием недели моды во Владивостоке. Этот год не стал исключением. Участников ждал полный зал гостей. Оценивала работы конкурсантов общественная жюри, а также именитая международная, которому предстояло определить лучших из лучших для участия в крупном международном конкурсе, ежегодно проходящем в Москве. «Я был приглашен по обменной программе «Размус». Был приглашен, чтобы провести пару лекций, но попал сюда в жюри. Я жду от шоу сильных впечатлений». Молодые дизайнеры представили свои коллекции в пяти номинациях. Самой популярной стала «Прет-а-Порте». На нее подали заявки 22 участника. Их творения представляют актуальные тенденции будущего сезона. Цветовую гамму, силуэты, ткани и аксессуары. Среди трендов – пастельные цвета, полупрозрачные ткани, крупные карманы, логотипы, пайетки, свободный крой и многое другое. Несмотря на то, что современная мода диктует четкие тенденции, молодые дизайнеры интерпретировали их по-разному. Так модельеры представили адыгейские орнаменты, русские народные узоры, а также коллекцию с этническими элементами костюмов аборигенов Дальнего Востока. Впрочем, востребованными оказались и космические сюжеты. Коллекция называется «Космические леди». И меня вдохновляло то, что о женщин в космосе вообще в принципе не говорят. И вот эти все космические корабли, все, я взяла эту базу как цветовую гамму. И вот это все мне очень понравилось. На создание коллекции автора вдохновил мужской костюм космонавта. Взяв за основу палитру краса, был создан стильный женский образ. Коллекция передает ощущение полета, будто вслед за дизайнером, изучая космос из иллюминатора космического корабля. Я сегодня представляю коллекцию, которая называется «Прованс». Вдохновение я получила летом, когда работала в Китае. Я вдохновилась и захотела что-то получить свое такое, тоже легкое, воздушное, с легким налетом небрежности. Которая представленная коллекция является осуществлением уникальной дизайнерской идеи. За каждыми образами стоит своя история вдохновения и создания. Самым популярным направлением в этом году стало отражение истории стран, народов, а также концептуальное направление. Конкурс молодых дизайнеров «Пигмалион» открывает невероятное количество талантливой молодежи и в то же время дает прекрасную возможность реализовать свой творческий потенциал. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный, Новости на Восьмом.